В Красноярске растет спрос по обучению домашнего персонала. Настолько, что бизнесмены даже задумались об открытии специальных школ по обучению домоработниц, нянь и гувернанток. Впрочем, за рубежом и в той же Москве это вполне обычная практика. В одном из кадровых агентств города бизнес-план уже готов. Здесь будущих нянь и домоработниц будут обучать семейному этикету, основам психологии, а также знакомить с медициной. И главное все на практике. Чем больше навыков получат, тем больше шанс устроиться на работу. Не все имеют педагогическое образование, либо медицинское образование. Большинство наших клиентов требуют, чтобы был опыт работы в семье, либо медицинское образование, либо педагогическое. Поэтому в связи с переквалификацией персонала нужно, чтобы люди, которые хотят работать, они могли получить такую возможность, обучившись. Директор другого кадрового агентства Ольга Трифонцева считает, что открыть школу для обучения домашнего персонала не так просто. Нужен целый учебный класс и профессиональные тренеры. Но главное, чтобы нашлись те, кто хочет ее посещать. Ведь обучение там будет не бесплатным. Могут быть заинтересованы и сами работодатели в том, чтобы обучить свою уже имеющуюся домработницу. Да, допустим, я не знаю, там, уходу за обувью, или там, пятновыведению, или тому, как, допустим, ухаживать за вип-гардеробом, да. То есть это же может не только идти от работника, но и от работодателя. Некоторые фирмы стараются расширить и перечень услуг. Например, предлагают взять на работу автонянь, тех, кто может везде сопровождать детей на автомобиле. Иногда сюда приходят работать и мужчины. Для Егора Андрияшина это дополнительный заработок. Но он считает, что если этот бизнес грамотно развивать, он может стать и основным. Если город Красноярск развивается в таких темпах, как он сейчас развивается, то, конечно, эта услуга будет пользоваться для тех родителей, которые постоянно на работе, постоянно заняты. В 8 часов уехал, в 10 часов вечера только приехал обратно домой. На своего ребенка нет времени просто. А дети требуют внимания. Специалисты говорят, что ежегодно в Красноярске появляются все больше фирм, специализирующихся исключительно на нянях. Из-за роста рождаемости и нехватки мест в детских садах. Услуги няни, кстати, неплохо и оплачиваются. К примеру, в среднем час стоит 120 рублей. В неделю доходят до 5000, а в месяц порядка 25. Отмечу, что для многих семей няня давно уже не роскошь, а необходимость. Так, по данным рекрутингового портала «Россия», в 2006 году к услугам этих специалистов обращались всего 10% семей. В прошлом году эта цифра выросла почти втрое. Я предлагаю обсудить эту тему на нашем сайте afontova.ru. А если у вас есть новости, звоните лично мне, мой телефон 29 29 115. Наталья Истомина, Илья Заречный, Афонтова Новости.